Инициатива провести встречу Совета ветеранов и представителей управляющих компаний города принадлежит старшему поколению. Пенсионеры обеспокоены ростом тарифа на содержание жилья, который предлагают им коммунальные компании. Первый ответ держит Лариса Потапченко, генеральный директор Полевской коммунальной компании. И первый вопрос собственников жилья, действительно ли тариф увеличится до 27 рублей за квадратный метр. Лариса Юрьевна поясняет, что эта информация, которую жители северной части получили в своих квитанциях, только предложение управляющей компании по результатам независимой экспертизы, которая была проведена по каждому дому. В реальности же дела обстоят так. Тариф на содержание жилья, согласно закону, должны утверждать жители на общем собрании собственников жилья. А если этого не произошло, то управляющая компания ведет расчеты с населением по тарифу, утвержденными главой города. Все предложения в администрацию Полевского от Полевской коммунальной компании уже направлены. В них указано и предложенное прогнозируемое повышение на 2014 год в размере 10,5% от существующих цифр. Все новшества, которые мы предложили еще раз, приложили в расчеты и передали в администрацию, это то, что увеличение количества мытья полов с двух до четырех раз, потому что два раза это недостаточно. И второй момент это увеличение арендной платы. С одного миллиона до 12 миллионов рублей. И это, по словам Ларисы Юрьевны, не могло не отразиться на росте тарифов на содержание жилья. Еще один вопрос от собственников касается создания регионального фонда капитального строительства многоквартирных домов. У нас, например, 800 тысяч. Значит, с 1 января, значит, все может там поменять, и деньги могут уйти в оригинальный фонд. Так вот, как это оформить, чтобы нам вот из этого общего, в этот общий котел бы не вылазить? Там система такая, которая предлагается, механизм, он, ну, четко он не прописан, но идея одна. Она понятна и глубоко обсуждается. Все свалили в общую кашу. Котел, как мы называем. Котел свалили. Потом мы садимся, администрация делает список вместо собравляющими компаниями и даем в область. После этого постановлением правительства этот список утверждается. И с общего котла берут вот на эти дома. На 30 лет. Да. Программа разработана на 30 лет. Генеральный директор Полевской коммунальной компании предлагает свое видение решения этого вопроса. Расходование накопленных средств. Зеленый Бор-27, например. Было предложено два вида услуг по капитальному ремонту. Они от обоих отказались. И сегодня они голосуют за то, чтобы приобрести детскую площадку в городе Катеринбурге. Мы не против, но монтаж будут производить также свертловчане. Мы только согласование делаем по земле. То есть мы на все абсолютно идем как бы в конструктивный диалог. Давайте работать вместе. И я прекрасно понимаю, что нам на счете вот эти деньги, потому что это не наши деньги, это ваши деньги. Они не могут болтаться. А есть дома, например, 20 тысяч, 30 тысяч. А что на них сделаешь по капитальному ремонту? Еще есть вариант. Можно сделать энергоаудит здания, например. То есть вот по каждому остатку мы разговариваем с инициатором. Еще одна животрепещущая тема для собственников жилья северной части – это создание советов многоквартирных домов. Жители просят помощи и содействия от управляющих компаний и администрации города. Глава города заверяет, что уже в январе следующего года в структуре администрации власти будет работать юрист, который будет оказывать всю правовую помощь жителям Полевского, в том числе и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На встрече с представителями управляющих компаний активно задают вопросы и жители южной части. Здесь наболевшим вопросом вот уже много лет есть и остается качество предоставляемых коммунальных услуг. Котельная нас не обогревает. Вот просто приведу свой пример. Плачу на это отопление 2700 каждый месяц. Залезаю я на 5000. И нигде невозможно согреться. Я с вами, Александр Владимирович, постоянно общаюсь. И звонила я вам туда же от расстройства. Та котельная, которая сейчас работает в южной части города, у нее мощности не хватает. У котельной. Но помимо того, что мощности не хватает, не работают у нас теплопункты. Та компания, которая находится на сетях, отказывается включать наши теплопункты. Пока мы теплопункты не включим, перепад у нас на домах с вами не появится между входящим трубопроводом и отходящим, тепла у нас не будет. Подобные проблемы и у других жителей юга. Все они мерзнут и ежедневно сталкиваются с хамством и безразличием представителей управляющих компаний. Люди живут без воды, люди живут в холоде. Я сама лично живу на первом этаже. Мне нельзя ходить по полу без шерстяных носков и без тапочек. У меня из 11 батарей, которые мне построили, сделали при постройке дома, греют до сих пор 3,5. Я ходила в двух. Я ходила, разговаривала с этим мастером, который приезжал. Морозов его должен знать. Который приезжал. Он мне что сказал? И с хамством, и с недоработками специалистов администрации, и даже с техническими проблемами жилищно-коммунального комплекса глава города обещает разобраться. И добавляет, уже в следующем году начнется строительство котельной в районе Машзавода. Второе. Котельная 1,6 тоже летом будет построена. Первая школа. Мы анализируем в областной программе. Второй вопрос. Будем строить за свои деньги из областной или за счет инвестора. Там есть предложение, которое сейчас изучаем. В январе месяце будет конечное решение принято, будет выдвинуто на конкурс. Скорее всего, этот кусок просто отрежем и отдадим вместе с котельной и со строительством под инвест-программу. И третье, о чем вы сказали, самое главное, это Никольское. Это вообще холодное водоснабжение и с канализацией, которая сейчас топит. Значит, вторую неделю ведутся переговоры по единому проекту, по теплоснабжению, водоснабжению, водоснабжению, водоснабжению и участию города по единому проекту. Которое касается всего комплекса. И касается в том числе, я сказал, я не оптимизм, где мегаваттная не спасет. Он, наверное, на втором микрорайоне строит, на пятом теплофункте, отдельном котельном, блочном. И отцеплять этот угол полностью. И отдавать полностью управляющей компании, которая единая будет. Там и управляющая, и котельная ее будет. И замена, естественно, сети и сечения. То, что касается по холодному водоснабжению, 87 миллионов. Продолжаются переговоры Булу-Паслера. Дмитрий Васильевич начинал эту тему. Я продолжаю. Договоренности нет. Отказывают на котлы по ремонту. Не котлы, баки по Никольской. Там еще мало того. Там сама магистраль замена. Полтора по революционной километра. Для меня это самая большая проблема. Встреча продлилась более двух часов. Были заданы самые актуальные вопросы. Даны наказы и высказаны все предложения руководителям компании, ответственным за бесперебойную работу жилищно-коммунального комплекса. Ксения Володенкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Ксения Володенкова, Константин Миронов.